Невзоров Тернозавр 90-х, клонированного сложной ситуацией сегодняшней. Вот, тернозавр перед вами. Но у кого-то, вероятно, есть те вопросы, на которые я могу попробовать попытаться ответить. И наиболее частым, как ни странно, вопросом ко мне за последнее время, это вопрос по прямой моей принадлежности, по той профессии, которая меня, как бы я от этого не отстранялся и не отнекивался, в общем, сделала. Это вопросы журналистики о том, почему ее сейчас нет и может ли она быть, и что для нее нужно. И вот я вам могу сказать совершенно поразительную вещь. Сейчас для того, чтобы возникла очень сильная и очень настоящая и очень мощная журналистика, есть самое главное условие. То есть есть тот фактор, который создает журналистику. Что нужно, чтобы журналистика возникла? Препятствия. Огромное количество препятствий, огромное количество запретов, огромное количество норм, огромное количество законодательных сдерживаний. Вот это все нужно, потому что для журналистики нужно, чтобы у нее было, что ей нарушать. Как только у нее появляются вот эти вот барьеры, она начинает подпрыгивать довольно высоко и показывать необыкновенную резвость. Тогда и зарождается та самая свободное слово, о которой сегодня так много скулят, но в отношении которой никто ничего не делает. Сейчас тому, кто дерзнет, тому, кто решится пойти против огромного количества сегодняшних запретов, конечно, выигрыш будет очень большим. Да, великий риск. Да, можно и получить разможденную рожу. Можно сесть в тюрьму. Можно, так это всегда можно было, извините, все-таки эта профессия в результате. Она приносит столь высокие дивиденды и дает такие большие возможности, что этот риск совершенно оправдан. Конечно, из тысячи человек, которые стартуют сегодня в журналистику, в реальную журналистику, может быть, до финиша доберется один, а может быть, не одного. Но, извините, и ларет с сокровищами достаточно увесистый, чтобы рискнуть это сделать. Но пока я вижу, что как-то желающих не находится. А вот вся та старая гвардия, которая существует, они собаки уже, конечно, все переквалифицировались в то, что называется, публицистов. Вот как я о себе теперь с гордостью говорю, публицист. Но это всего-навсего звездочки на журналистских погонах. Это так и надо воспринимать. Публицистика – изумительный нож. С ее помощью можно нарезать тортик, а можно кастрировать льва. Она пригодна для того, чтобы с ее помощью ее использовать как инструмент для любого анализа в любой области. Практически в любой. Потому что в публицисты уже приходит такая зрелая и серьезная публика. Поймите, само по себе ничего не произойдет. Вот мы сейчас живем как бы в ощущении такого отложенного кошмара, в ощущении того, что он неизбежен, но только непонятно, в какую секунду все сдетонирует и пойдет уже сыпаться и разрушаться очевиднейшим образом. Как замечательно тут все написано, что «Мы русские, с нами Бог, фашизм не пройдет». Ну, замечательно. Я вижу, что он все никак не проходит. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот тут вот хороший какой-то замечательный вопрос. Где научиться так же блестяще хамить? Это комплимент. Большинство ваших коллег хамят грубо и неискусно. Вы же блестяще умеете оскорблять, при этом не выходить за рамки формального приличия и не подпадать ни под какие судебные преследования. Ну, я вам должен сказать честно и выдать сразу же большой секрет, как я это умею делать. Более того, я даже читаю курс специальных лекций «Искусство оскорблять». У меня есть небольшой круг учеников. Делаю я это небескорыстно, как всегда, потому что не забывайте, что я наемник, я абсолютно продажная тварь. Но вот это вот искусство оскорблять, оно состоит из множества компонентов, весьма странных, противоречивых. Это непростая дисциплина. Пожалуй, ну, чуть-чуть уступающая квантовой электродинамике. Я говорю, совершенно серьезно. И вот так сходу рассказать вам, как это делается, мне довольно сложно. Могу сказать, что это обязательная часть профессии. Дело в том, что вообще должна быть очень высокая контрацепция информационная. Надо обладать большим мужеством и большим пониманием того, что тебе нужно, что тебе не нужно. Нужно уметь отрезать и отсекать от себя все то, что не имеет к тебе прямого служебного, профессионального или какого-то иного отношения. Я вот живу как бы в режиме этой контрацепции и, честно говоря, об этом никогда не жалел. Я же не собирался возвращаться в медийное поле. И, кстати, скажу вам честно, что я мечтаю, когда я смогу из него смыться и снова смотреть на Мирского из своей пробирки. И когда все эти ваши информационные войны и вся та странная затянувшаяся агония идеологии России и вообще вся та дикость, которая у вас сегодня творится, ну, перейдет в какую-то более понятную стадию, и я могу снова из этого поля, точно так же, как я из него уходил, уйти снова. Я это снова сделаю и снова не задумываясь, потому что, ну, для меня нету, для меня сейчас нет лагеря. Я формально-формально нахожусь как бы в таких почти братских и нежных отношениях с так называемыми либералами, но я-то помню, как эти либералы по мне, когда я сидел в Белом доме, полили из танков, я помню, как меня эти либералы писали коллективные письма, требующие закрытие 600 секунд и всего остального, я много чего помню. Сейчас, конечно, я могу позволить себе устроить такой милый смотр-конкурс. Я смотрю на тех и на других, на либералов и на черносотинцев, кто из них все-таки злобнее, гаже и отвратительнее. Пока выигрывают черносотинцы, то есть с огромным счетом. И когда меня начинают спрашивать, а вот как произошла вот эта удивительная метаморфоза, когда из творца наших, из самого пламенного фашиста 90-х вдруг выковался и образовался сегодняшний Невзоров, я вам могу сказать, все это происходило нормальным эволюционным путем. Ну, причем я не знаю, моя ли это была эволюция или это была эволюция всех тех людей, которых я имел возможность наблюдать. Я довольно, ну, скажем так, лучше всех прочих, наверное, знал вот тот самый черносотинный лагерь. И я начал наблюдать, что у всех товарищей по черносотинному лагерю как-то стало подозрительно резко расти шерсть, вырастать клыки, копытца, что они стали меняться, что люди, которые сами прожили в начале 90-х под угрозой арестов, конфискации, закрытий редакций, репрессий, которые должны были бы вроде уже своей кожей знать и этот ужас, и ощущение близкого ареста, смерти, издевательства, с какой легкостью они вдруг заявили себя хозяевами жизни и начали унижать всех остальных, не задумываясь над тем, как это страшно. Я вот всегда рассказываю, как очень хороший показатель, рассказываю известную историю про замечательного писателя Александра Андреевича Проханова. Помните, знаете, вот в фильмах там 40-х годов, когда показывали толпу беженцев, обязательно шла какая-нибудь такая тетка, которая вместо младенца несла в люльке, трясла полено. Вот у Александра Андреевича была любимая вещь Советский Союз. Когда Советского Союза не стало, ему вложили вот это полено России, он продолжает его баюкать и пытается его кормить чем-то. И я помню, когда это был, по-моему, 91-й год, мы все были путчистами, все это было очень кроваво, загадочно, непонятно, чем должно было закончиться. И мне звонит Проханов, который на полном серьезе говорит, ты знаешь, они решили даже меня никуда не возить, они строят эшафот у меня под окнами. И завтра меня поведут на этот эшафот. Было совершенно серьезно. Более того, он, значит, тогда еще не было мобильных телефонов, он открыл окно, выставил руку с телефонной трубкой в окно, и я услышал какой-то отдаленный стук молотков, топоров и всего. Он говорит, там строят нормальный эшафот, как для Карла Девятого. Это был конец августа и сентябрь. То есть рядом с его домом естественным образом открывался овощной базар, и строилась сцена для гражданок в кокошниках, которые должны были сопровождать торговлю огурцами своими песнями и плясками. Но это я не к тому, чтобы посмеяться над милейшим Александром Андреевичем, который, кстати говоря, вот из всей этой кодла еще относительно живой человек, спрашивают опять, ну вот тут какие-то, то про костер, то мы русские, с нами бог. Вот как я представляю себе похороны свои, да никак, вы знаете, я их не представляю. Мне совершенно безразлично. Мне безразлично, как меня похоронят, кремируют, что со мной сделают, просто ли вывезут куда-нибудь в чисто поле, оставят лежать. На последней встрече в Петербурге какой-то юный композитор предложил, он написал на мою музыку смерть и прислал мне ноты. Я ему сказал, что он совершенно напрасно трудился, потому что я очень бы просил на момент прощания с моим телом поставить основную тему из «Пиратов Карибского моря». Это было бы все-таки разумнее. Вот тут еще есть вопрос про то, что как вы оцениваете действия России в Сирии? Ну, вы знаете, я думаю, что если саван имперской идеи украсит не только украинская вышивка, но еще и арабская весть, это все равно будет очень хороший саван. АПЛОДИСМЕНТЫ Сержант, попадаю. Вот читайте идиотские вопросы. Читаю идиотские вопросы. Как вы считаете, можно ли разварить яйцо обратно? Это вот мне задает вопрос, можно ли разварить яйцо обратно и вернуть его, сваренное вкрутую яйцо, в исходное состояние. Кто спросил? Но вообще я вам могу сказать, что теоретически это можно, потому что это всего-навсего белок, который надо ренатурировать. То есть вот он при варке произошла денатурация, а вам его надо будет ренатурировать. Это можно сделать с помощью какого-нибудь карбамиды или какого-нибудь производного мочевины и затем поместить его в какую-нибудь сумасшедшую, очень стремительную центрифугу, где я, правда, не знаю, что получится. И думаю, что вообще на белом свете найти идиота, который займется возвращением вареного яйца в исходное состояние, очень сложно. Хотя если это заранить куда-нибудь эту идею в мозг администрации президента, это могло бы стать еще одной гранью национальной идеи и скрепой. Ну, естественно, вот спрашивают про Березовского. Ну, вот всех, кто спрашивает про Березовского, я могу отослать к своей прошлой статье в СНОБе. Статья называлась «Голый патриарх» или «Закон Микки Мауса». И для тех, кто не читал, вкратце объясню, что там шла речь вообще о том, что такое личность в истории и о том, что мы представляем себе и чем на самом деле эта личность является. Что вот патриарх может быть каким угодно. Он может быть слепым, косым, кривым, хромым. Он может страдать диареей, запорами, быть еретиком. Но он не может быть голым. Вот только голым он не может быть, потому что он актер на исторической сцене. И эта вся парча, параманы, бижутерия, которую он вынужден на себе таскать, это его подлинное тело. Его нельзя раздеть до ноготы, потому что он сразу превращается в довольно заурядного старикашка, в очередь которого за пивом. И от этого, значит, я рассказываю про то, что... Я объясняю, что... Я вернусь сейчас к Березовскому. Про то, что... Да, действительно, как бы за каждым Микки Маусом прячется реальная мышь. Есть Микки Маус. Есть культ, всемирный культ Микки Мауса. Есть целые торжества, фейерверки, шествия, поклонения мыши. Микки Маусу. И вернувшиеся с этого поклонения люди, вернувшиеся к себе домой из Диснейленда, где все эти культовые мероприятия в честь мыши происходят, они совершенно спокойно своих домашних мышей продолжают травить ядами, ломают им позвоночники в мышеловках, нисколько не задумываясь над тем, что только что они припадали к ногам великой мыши. А вот... И вот я подозреваю, что между каждым историческим деятелем и тем, что было на самом деле, разница такая же, как между Микки Маусом и обычной мышью. И это очень во многом касается Бориса Абрамовича, Бориса Абрамовича Березовского, который почти на 100% есть продукт медийный, продукт СМИ. Голосовал ли я когда-нибудь? Да, я голосовал один раз в жизни. В отличие от вас, от всех, я голосую только тогда, когда я точно знаю, за что я голосую. И я жил в деревне, и нужны были дрова. И местная администрация пообещала мне, что если я приду на участок и демонстративно проголосую в тот момент, когда меня будет снимать какое-то телевидение, мне привезут два грузовика дров. И я голосовал, я пришел, я точно знал, что я голосую за два грузовика дров. Я там, правда, конечно, не голосовал по-настоящему, а нарисовал какие-то рожицы, поскольку к этой процедуре серьезной не отношусь. И это вообще связано с моим отношением к так называемому народу, при том, что ведь когда мы употребляем в отношении огромного количества людей слово «толпа», «масса», как бы вот над толпой и над массой можно измываться и можно в отношении ее давать какие-то отрицательные характеристики. Но абсолютный синоним толпы и массы народу, он почему-то должен быть неприкосновенен и в отношении его ничего плохого говорить нельзя. Хотя это, с моей точки зрения, не так. Потому что даже то, что сегодня происходит в стране, здесь я понимаю, что я сильно разойдусь во взглядах практически со всем залом, но я считаю, что Путин здесь всего-навсего такой вот томбур-мажор, который идет впереди всего этого оркестра и пытается регулировать всплески злобы и восторга, которые возникают в публике совершенно естественным образом. И он еще ведет себя предельно аккуратно, потому что кто-нибудь другой на его месте. Вот всем тем безумием, которое вдруг поднялось с неандертальских глубин России, кто-нибудь мог распорядиться бы гораздо более маниакально и страшно. Тут, я понимаю, к тому же, понимаете, мне сложно судить Путина, я бы на его месте вел бы себя гораздо хуже, это точно. Нет, часов, вот спрашивают, какие я ношу часы, это понятно, что это связано с интересом к Пескову, к Сердюкову. Нет, я вообще никогда никаких часов не ношу и не носил. Не потому, что у меня есть какие-то античасовые убеждения. Нет, я их просто не носил. Один раз в жизни мне повезло, когда, кстати говоря, это было связано с Борисом Абрамовичем, шел в Всемирный экономический форум в Таврическом дворце, и мы о чем-то стояли, болтали с Борисом Абрамовичем, и меня стал дергать за пиджак очень известный петербургский бизнесмен, который слезно просил его познакомить с Березовским. И он так бил себя, значит, и хлопал ладонями в грудь, что вот на волосатой ручищи, здоровенные, гигантские, усыпанные каменьями, самоцветами, килограмма-полтора золота было. Я говорю, о, какие часики. Он-то воспринял как намек и снял их. Тут же и преподнес. Но поскольку для меня всегда были понты дороже всего, я эти часы передарил прилюдно охраннику, из-за чего потом был скандал. Кто сейчас герой нашего времени? Я понимал, что я не буду оригинален, но, вероятно, из очень-очень многих людей, которые сейчас что-то пытаются собой представлять в России, и, наверное, мне, милей прочих, Шлозберг, Лев, Пусковский. Мне... Дело не в политике, я просто ценю мужество, и я знаю, что означает для человека тот набор поступков, на которые он решается. Причем он не мальчишка, который ищет славы или какой-нибудь железки на грудь или какого-нибудь признания прессы. Нет, там все гораздо серьезнее, насколько я понимаю. Вот спрашивают основные компоненты меню, которые есть в моей жизни и которые для меня важны. Для меня важен чай и табак. Все остальное для меня уже совершенно неважно. Вопрос о патриотизме. Вопрос, который постоянно мне задается, потому что не понимают моего предельно жесткого отвержения всего того, что с патриотизмом связано. Но если мы задумаемся и внимательно посмотрим на то, что происходит сейчас, то вынуждены, вероятно, будем согласиться, что патриотизм – это все равно некое передоверие. Это передоверие управления собой неким третьим лицам. Ты позволяешь им сперва, будучи маленьким или восторженным, или очень доверчивым, или легко покупающимся на какие-то, ну, скажем так, красивые идеологемы. Ты позволяешь себя этим заразить. Тем самым ты доверяешь внешнее управление собой не каким-то ведь мифическим старцам, не каким-то мистическим фигурам, которые олицетворяют Родину. Ты доверяешь эти рычаги управления спившимся, злобным, тупым, совершенно бессмысленным людям, и которые точно говорят с тобой не от лица Родины, хотя они сами в этом убеждены. На меня очень сильное, конечно, влияние, если говорить о каких-то факторах жизни, которые меня вот переделали, оказала Чечня и чеченская компания. Потому что, когда ты перешагиваешь через один труп, через второй, через третий, и поневоле спрашиваешь о себя, а зачем, собственно говоря, нужна была эта смерть и эта? Почему этот мальчишка, которого я еще неделю тому назад видел в сборном пункте в Толстом юрте, почему он сейчас вот с багрово-зеленым лицом, с артом полным червей лежит здесь? Я его узнал по одной смешной примете, по странности прически. Почему он лежит здесь? Кому нужна была эта смерть? Ради чего? Ради кого? Кто нашел в себе право, обнаружил за собой право отправить его на смерть и во имя чего? А потом я видел тех, кто отправлял на смерть. Они все всегда были убеждены, что они говорят от лица Родины, от имени Родины. Они верили в эту ахинею, верили в нее абсолютно искренне. И чем бы не был патриотизм на самом деле, каким бы, возможно, хорошим и необходимым он не являлся явлением, но сегодня, да я подозреваю, что практически в любом контексте любой России это то, что никогда нельзя развивать в детях. Это то, от чего нужно спасать, защищать и прятать, потому что вы выращиваете своих детей, а потом даете пульт управления ими, их поступками и их жизнями в руки опившемуся коньяком мерзавцу, который ткнет кнопку просто по той причине, что у него есть палец, которым эта кнопка нажимается. Свирепая и хамская безжалостность в отношении людей, которая является традиционной и всегдашней практикой России. Тут действительно народ же вспоминает то, что вот сейчас происходит и вот те 90 процентов и Володин, который победил интернет, ваш протестный интернет, оказавшийся бессильным перед примитивным ящиком. Ведь на самом деле это все очень типичные, очень характерные и неизбывные штуки. Потому что ведь если бы это было иначе, вот там вспомним тех же ветеранов, вспомним войну 45-го года, 41-45-го года и участие России во Второй мировой войне. Но когда я снимал репортаж ветеран и тот самый первый материал, наверное, еще в Советском Союзе, весь из себя абсолютно слезоточивый с музыкой Нины Роте, когда из гноя, из подвала, из каких-то старых замызганных досок и тряпок вставали люди и ползли к выходу и на них были ордена и медали, тогда я вместе со всеми только рыдал по этому поводу. Совершенно не задумываясь над тем, что ведь они и сражались-то за то, чтобы сидеть в гное, в грязи, на досках, за то, чтобы терпеть измывательство власти, за то, чтобы жить обернутыми колючей проволокой, за тем, чтобы вокруг было одно сплошное нельзя. Ведь они же сражались именно за это. Они сражались не за какую-то мистическую, мифическую фигуру. Если бы они были чуть-чуть другими, то они сделали бы то, что надо было сделать в 45-м году, уничтожив одну гадину в Берлине. Надо было развернуться и уничтожить вторую. тем паче для этого было все. Были полки, была дисциплина, было оружие, было все, да? Была возможность полностью изменить судьбу страны и свою собственную и получить не грязные доски в подвале, не гноище, на котором предстояло валяться, а получить ту самую жизнь, которую они действительно и были достойны. Потому что, как воинский подвиг, конечно, то, что они сделали, было весьма и весьма высоким. Но сработал рефлекс рабства. Он сработал не только у них, он сработал у всех тех чиновников в расшитых золотом фуражках, которые назывались маршалами и которые назывались генералами Второй мировой войны, ни у кого даже мысли такой не возникло, что сейчас, разобравшись с Берлином, надо разобираться с Кремлем. Поэтому я боюсь, что когда мы внушаем детям какие-то мысли о патриотизме, мы, к сожалению, заранее обрекаем их на рабство этой системе. А эта система, она, как я понимаю, мы будем под нее приспосабливаться, мы будем уговаривать себя, что не все так страшно, что не все так смертельно, но на самом деле эта система, я подозреваю, вечная. утешать друг друга сегодня, когда мы видим реальность, уже, наверное, поздно. Спрашивают, когда отставка Кирилла. Давайте, вот, меня очень устраивает этот вопрос, когда отставка какого-то Кирилла. Давайте, вот, давайте не будем конкретизировать, какого-то Кирилла. У вас есть знакомый Кирилл? Есть, и у вас есть знакомый Кирилл, и у меня есть парочка знакомых Кириллов. Поэтому, в таком контексте мне очень нравится разговор. Вы знаете, я боюсь, что, поскольку Кирилл стал Кириллом несменяемо и пожизненно, как это часто бывает с Кириллами, то отставка не предполагается. И вот тут мне становится по-настоящему тревожно, потому что неужели все с самого начала, неужели все опять сортир, задняя ушная вена и запрет на суд, медэкспертизу. Вот не хотелось бы, потому что у Кирилла, несмотря на все его безобразные фокусы, в нем все-таки есть что-то, вот, где-нибудь часики, у него симпатичная тетка-повариха, вот, а вот тот, кто его сменит, вот там, поверьте, там поверьте, там одна извилина и та крестиком. И там гораздо более жестокие представления о том, как должно выглядеть пространство, идеологическое пространство, так называемое духовное пространство. Поэтому я вот даже ощутил, когда вот началась ситуация, что я к Кириллу отношусь гораздо лучше, чем я думал. во-первых, он делает массу глупостей. У него потенциал глупости еще не исчерпан. Только кажется, нам только кажется, что он совершил все то, чего не должен совершать Кирилл. Вот вроде бы, да, нет, я подозреваю, что у него есть потенциал и что он что-нибудь еще отмочит, причем в ближайшее время. Он неисчерпаем. И вот еще по поводу патриотизма, я хочу вам сказать, обязательно такую важную и ключевую вещь. Ведь поймите, понятно, что все те, кто сейчас осмеливаются мыслить свободно, кто не орут, Крым наш, кого приводит в естественный ужас все это безумие в Сирии, они как бы считаются не патриотами, они сразу выводятся из поля тех, кто любит, предположим, Родину. Но если мы проведем аналогию и подумаем, что вот есть алкоголик, безумный алкоголик, который творит чудовищные дела и рано или поздно уничтожит себя самого, кто является его настоящим другом, тот, кто даст ему очередной стакан грязной сивухи, чтобы он опять забылся бы и мычал бы, размахивая культами или какими-нибудь лентами, или тот, кто не даст ему этот стакан сивухи, а направит его на ряд очень тяжелых и болезненных медицинских процедур, которые отрезвят его, которые лишат его вот этого всего алкоголического безумного Марева. И почему патриотами России считаются те, кто в эту Россию продолжают вливать эти стаканы тупой патриотической сивухи, которые позволяют не думать о прошлом, которые создают полностью, которые позволяют не думать о будущем, которые создают полностью придуманное прошлое, которое ориентирует человека только на то, что он часть свирепой стаи, и у этой стаи есть огромные возможности по унижению других стай и разрушению их жилищ и возможностей. Вот я думаю, что подлинные патриоты и люди, которые действительно любят эту страну, это те, кто настаивают на длинной серьезной череде медицинских процедур, ведущих к отрезвлению от маразма, они усугубляют этот маразм, как это есть на сегодняшний день. подхожу к интересному вопросу, который мне понравился, что вы с поразительным презрением говорите о людях, которые узнают, что они думают из телевизора. Откуда узнаете, что думаете вы? Вот абсолютно правильный, жесткий, замечательный вопрос, по-моему, лучший вообще вопрос вечера. Да, конечно, есть люди, которые узнают, что они думают из телевизора, а есть люди, которые узнают, что им думать и что они думают, от Ивана Петровича Павлова, от Резерфорда, от летчицы Савченко. То есть, в любом случае, конечно, мы не являемся, простите меня за эту дерзкую мысль, авторами наших мыслей, мы комбинируем и рекомбинируем те информационные раздражители, которые к нам попадают, мы потом их называем красивым словом мысли. Но, конечно, разница между теми, кто узнает, что он думает от Киселева, хотя сам Киселев нормальный парень, он просто впутался в безумную авантюру, и еще неизвестно, как будет выпутываться. Это тоже отдельная и драматическая история. вот как лет через пять мы все будем смотреть в глаза друг другу. И все будут рассказывать про то, что вот был Путин, что это был вообще саурон-гипнотизатор. Вот он посмотрит своими чекистскими глазками и все, и полз, и страна кричит Крым наш. Да ничего подобного. Они хотят это кричать. И это у них действительно этот крик из глубины рвется. Так что я тоже узнаю о том, что я думаю тоже, скажем так, не от себя самого и не по наитию и не святым духом. Да, вот тут, кстати, был вопрос про Царионова. Царионов мне очень нравится тоже. И я думаю, что его судьба не заканчивается на том, что сегодня с ним происходит, что у него еще много интересных поворотов будет. Думаю, что мы в конце концов получим атеиста. Он ищущий, он смелый. Пишу вам на распечатки из Википедии. Зачем шли в Госдуму? Какой срок годности Путина? Что будет с Крымом? С Крымом будет интересно, потому что вот понимаете, о том, что произошло с Крымом, уже обсуждать неинтересно и скучно. Меня гораздо больше волнует, а как его, собственно говоря, будут отдавать? И кто этот мастер, который силой всех каналов обеспечит вот то самое миллион наголосое, Крым не наш, Крым не наш, Крым не наш, вот кто это, насколько виртуозно и сколько нужно этому народу времени на то, чтобы начать новое заклинание, сколько, две недели, три недели, вот просто мне любопытно. Я не знаю мастеров в идеологическом аппарате, которые были бы на это способны, но понятно, что это придется делать и отдавать его придется. Нет, я не собираюсь никуда, ни в Госдуму, ни в даже в местный сельсовет, собственно, я не собираюсь, и я надеюсь, что я никогда больше не окажусь ни в каких органах государственной власти, никогда не буду иметь к этому вообще никакого отношения. Как я уже честно сказал вам в начале нашей замечательной беседы, я искренне предполагаю покинуть это медийное поле и постараюсь это сделать побыстрее. Ну, вот вопрос, чем я занимался в Госдуме, я считаю, совершенно бестактным, потому что я прогуливал. Вот спрашивают все-таки, вот с кем я, с либералами или с черносотинцами? Ну, вообще вопрос странный, но я вам отвечу, помните, наверное, этот роскошный эпизод, когда в Кандалах Джек Воробей на фоне огромной эскадры британского флота его допрашивают и говорят, капитан Воробей, а где ваш корабль? Ну, говорит, присматриваю. Но думаю, что в судьбе моей, конечно, могут быть еще самые удивительные изменения, но вот к черносотинцам я точно не вернусь. Демократы не имеют никакого разумного сильного лидера, либералы не имеют такого тоже. Кому поверить, куда приложить силы? Вы знаете, я вам не советчик я в этом вопросе, совсем не советчик, потому что я полагаю, что политика вообще должна быть последним делом и последним интересом человека. Я тоже не вижу никого. Я тоже единственное, что понимаю, что вот очень было бы хорошо, если бы во главе России оказался человек начисто лишенный каких бы то ни было ярко выраженных харизматических, как любят выражаться, черт, какой бы то ни было идеологизированности. Вот нужен какой-то вот очень стерильный от всякой маниакальности, от всякой прорывности. Я не вижу такого, но я уже честно сказал, что не на все вопросы я могу ответить. Следующий тут вопрос про Лесю Рябцеву. О! Ну, и про ее какую-то голую фотосессию, что Леся Рябцева значит голая сфотографировалась и как это вообще можно. Вот тоже нашли кого спрашивать. Для меня любой антиобщественный поступок всегда хорош. Я его всегда приветствую. К тому же надо понимать, что дамы вообще должны были бы поставить памятник изобретателю джинсов, потому что изобретатели джинсов дают возможность дамам демонстрировать попу во всех анатомических подробностях, при этом оставаться одетыми. Это уже само по себе немало. джинсово. для того, чтобы их дразнили. У нее получается... Я никак не отношусь к Навальному, я не знаком с Навальным. Я не знаю, что это за человек. Я знаю, до какой степени окривляющим эффектом обладает линза телевизора, линза СМИ, и о том, как нельзя никогда составлять себе впечатление о человеке по телевизору. Посмотрю. Посмотрю на него когда-нибудь, если доведется, скажем так. Вы спрашиваете у меня какие-то интересные вещи. Откуда у Шойгу особняк? Вы меня спрашиваете. Наспасал. Вот да что же я все-таки гадина, да? Вот я же хорошо к нему отношусь. Ну вот чертов язык. Вот к сожалению, да? Есть ли у Ходорковского шанс вернуться во власть? Если человек не встал, я про Ходорковского уже говорил, он как раз, я подозреваю, при всех своих достоинствах, он как раз относится к числу харизматиков. Притом он харизматик с такой, я бы сказал, может быть, не купленной, но приобретенной харизмой. Такой благоприобретенной харизмой, которая к нему приклеилась за годы его тюремного сидения. Он ощущает себя таким отцом русской демократии, без аналогии с Кисей Воробьяниным. И вот я подозреваю, что в его восприятии России вот слишком много боли, слишком много драмы, слишком много желания вцепиться и начать какие-то гайки отпускать, какие-то подвали. Да пусть они провалятся со своей властью и дадут нам просто жить. И дадут нам возможность распоряжаться своими мозгами, судьбами, деньгами. Вот надо какую-нибудь такую власть, чтобы фамилию президента мы бы с вами, собравшись в этом зале, все мучительно вспоминали бы минут сорок. Вот что-нибудь такое не надо больше никаких харизматиков и даже чекистов при всей моей любви к ЧК. Скажем так. Вопрос про национальность. Какой я национальность? У меня нет вообще никакой национальности. Из русских я написал заявление об уходе после украинских событий. Ну и к тому же я не пьющий, не верующий и на балалайке играть не умею. Какой из меня русский? К тому же я хорошо знаю как физиолог, что национальность это не биологическое, исключительно социально-культурное свойство. По такой семейной легенде, как мне рассказывала матушка, моим папой был представитель, это все было на фестивале молодежи и студентов, как раз это было за 9 месяцев до моего рождения, представитель какой-то североамериканской народности, угнетенный, из Оклахомы. Я, когда был юн, горячий, для меня еще там вопросы сыновства, отцовства, национальности были существенными. Я, когда был в Оклахоме, в Техасе, я, конечно, зарулил в резервацию Каманчим и начал там искать папу. Это могло плохо кончиться, потому что надо видеть сегодняшних Каманчей. Но в результате я остался жив и, более того, попал на такое очень представительное, солидное собрание старых Каманчей, которые рассказывали мне веселая история. И когда они мне в числе прочих историй рассказали, что вот там очень давно, сто лет назад, был то ли вождь, то ли шаман Исатай, падающий койот, и что под его руководством Каманчи напали на какой-то приграничный то ли мексиканский, то ли американский город, с большими потерями в личном составе и технике они его захватили и с той и с другой стороны полегло очень много народу. Каманчи, конечно, бодро кинулись грабить и насиловать, но вдруг грабежи и насилие остановились, потому что кто-то из Каманчи скинул вниз перину, привязал ее к хвосту своей лошади, вспорол перину и начал носиться по улице взад-вперед любуясь огромным количеством пуха и перьев, которые летели из и все Каманчи бросили убивать и насиловать и тоже начали вспарывать подушки и я понял, что мне эти поступки как-то настолько близки и что в этой ситуации я поступил бы точно так же и я понял, что все-таки наверное вот если у меня и есть какая-то национальная принадлежность то это Каманчи спасибо аплодисменты 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 аплодисменты